Дорогие коллеги, дорогие друзья, гости Библиотеки иностранной литературы, гости Центра славянских культур, разрешите открыть сегодняшнее мероприятие, мероприятие торжественное, связанное с открытием месяца культуры Словения, уже второго месяца культуры Словения в Библиотеке иностранной литературы в Центре славянских культур. Я передаю слово, первое слово хозяину этого дома, Владимиру Аркадьевичу Маркову, нашему генеральному директору. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, добро пожаловать в Библиотеку иностранной литературы и Центр славянских культур. Итак, Центр славянских культур был открыт как раз два года назад в Библиотеке иностранной литературы и объединяет в своих стенах культуры всех стран, входящих в форум славянских культур всех 15 стран. За два года, что этот Центр работает в стенах библиотеки, он зарекомендовал себя очень интересной, востребованной площадкой среди наших читателей, проводящей очень много интересных различных мероприятий. И по доброй традиции в работе этого Центра как раз сложилась такая, что там безусловно уделяется внимание культуре всех стран, входящих в форум, но тем не менее сложилась такая традиция проводить месячники, посвященные культуре той или иной страны. Хочу поприветствовать и выразить свое почтение вновь назначенному послу Республики Словения в Москве господину Бранко Раковицу. Я надеюсь, что Москва приняла вас гостеприимно. Судя по вашей биографии, вы уже работали в Москве, добро пожаловать опять в столицу России. И мы надеемся, что наше сотрудничество между библиотекой Республикой Словения, посольством будет продолжаться и развиваться в рамках нашего Центра славянских культур. Надеемся, что вы будете частым гостем в нашей библиотеке. Мы всегда рады вас видеть. Программа «Месяца славянской культуры» будет включать в себя, как обычно, различные лекции, посвященные культурным событиям или традициям страны, мастер-классы, круглые столы, посвященные дискуссиям о литературе и другими видами искусства. Также разговорный клуб, посвященный славянскому языку. Также приглашаем всех желающих принять участие в конференции, которая будет проходить в Библиотеке иностранной литературы 10-11 декабря, который называется «Славянский вопрос. Новые парадигмы мышления». Добро пожаловать в Месяц славянской культуры в Центре славянских культур в Библиотеке иностранной литературы. Добро пожаловать в Библиотеке иностранной литературы в Библиотеке иностранной литературы. Господин Марков мог сказать, что Москва и русские очень тепло и любезно меня приняли в Москве, так что я очень рад. Вновь в Это мой второй мандат, проживаю в Москве. Дорогие друзья, как посоль Словении не могу не радоваться, что Центр славянских культур открывает культурную презентацию славянских стран месячником культуры Словении. Думаю отчасти, что объясняется это тем, что наша страна является сооснователем Форума славянских культур. Его значение в нем было отмечено на завершившемся 7. Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Программа месячника отличается широким охватом культурного и исторического пространства Словении. Здесь можно познакомиться с архитектурным наследием Великого Словенского Зодчево, Южета Плечника, Акунуца в историю времен Первой мировой войны, а так же поговорить об особенностях наше славянского языка. Но, по жаль, главным событием месячника является отмечаемое 11. декабра, столетия со дня смерти Великого Словенского писателя Ивана Цанкара. Он плот от плоти Словенского народа. Это, как принято в вас говорить, наше все. С творчеством Ивана Цанкара русский читатель знакомился синхронно с выходом в свет оригинальних текстов, не только по переводам живших в России Словенцев, Жанко Лаврина и Даврина Хосника. В оригинале его читали и коментировали, ведающие се архитектурные лингвисты, например, Иван Бодоен Декуртене. В своих произведениях Цанкар создал собирательный партет Словенца, а его пьеси, и да сих пор не сходят с театралних подмостков ведущих славенских театров, не говоря о популярности его идеи славянофильства и панславизма. В заключение хотел би шо раз отметить значение популяризации и культуры славянских народов в эпоху глобализма, во имя, захранения, культурного многообразия и национальной идентичности семи славянских народов. Спасибо. Господин посол, я хотел бы передать вам в дар перед открытием, так сказать, нашего месячника. Конечно же, это книга, выпущенная издательством нашей библиотеки. Спасибо. Это известный российский и советский поэкт Александр Блок и его поэма «12», переведенная на 20 языков. Издание было выпущено, да, в прошлом году, приуроченное к столетию Российской революции. Поэма как раз посвящена, в том числе, славянской. Спасибо. 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 Я хочу предупредить на нашу библиотеки. Да, да. Спасибо.